ОНЛАЙН Ситуация изменилась И главный наш расчет вновь на вас Но уже на ваши личные вложения По сути это же так круто Когда можешь сам влиять на судьбу того медиа Которая нравится именно тебе, а не им Причем что надо признать Что бывают самые разные точки зрения Например сегодня мой приятель журналист Из-за афиши город Филипп Миронов написал мне в фейсбуке Я цитирую нашу личную переписку Поэтому простите прямоту выражений У нас на больных детишек и собачек Круто денег давать стало не так уж давно А уж делать фандрайзинг людям Которые производят впечатление успешных и клевых Тут некая работа мозга все таки нужна Вот я понимаю что Успешным и клевым Которым мы сами себе считаем Помогать не очень просто Но сегодня наступил тот момент Когда ты можешь сам влиять И как бы фактически создавать тот контент Который тебе хочется И уже есть успешные примеры Например история Евгения Гришковца Которому удалось с помощью Аудитории с помощью зрителей Которые ему верят и которые ему нравятся Заснять и сделать фактически телеспектакли Нескольких своих больших проектов Я хотела бы расспросить его об этом опыте О том как удается найти общий язык Со зрителем Как вызвать доверие Евгений вы меня слышите? Да я слышу вас Я слышу ваши слова Расскажите пожалуйста Как вы решились обратиться к аудитории? Ведь еще тогда Сначала аудитория обратилась к нам скорее Это было желание аудитории Получить видео версии спектаклей А спектакли можно увидеть только в театре И скажем люди в городе Магадане Или в Петербургском Камчатском Ну или даже в пригородах Москвы Не имели такой возможности Они хотели это получить И самое главное то что вот исходя из вашего высказанного предыдущего Они мне конечно не помогали В этом не было никакой помощи мне Они платили деньги заранее Как бы покупая видео версию спектакля Потому что в противном случае они бы ее не получили А для вас это не было все таки какой-то Ну сомнительной акцией Все таки не так много было успешных примеров в том моменту А вдруг они собрали деньги Это не было сомнительной акцией Мы к этому долго шли Потому что было ясно что Делать дорогостоящие подарки Своей публике Которые очень хорошие и милые люди Мы все-таки не привыкли Качать видео и книги Бесплатно Я не могу И мне нужно сделать Обеспечить такой возможность Чтобы люди могли купить еще не существующую вещь Это моя цифра Это наша специфика Единственное Мы раньше бы это все сделали Пока не И сделали это только тогда Когда возникла возможность Деньги людям вернуть Если вдруг они Не будут собраны в достаточном количестве Вот вернуть деньги людям Которые Как бы все-таки решились на это Когда такая техническая возможность Придется Мы шагнули на это Это было тревожным делом Потому что было страшно Например Вот ты знаешь Что тебя любят зрители какие-то Да А потом ты такое заявляешь И допустим Деньги не собираются Ты понимаешь Что тебя любят недостаточно Вот это самое страшное Да Мы тоже этого боимся Это самое страшное Да Вот это Но благо Здесь Нужна вот Не только любовь Но и доверие И длительная работа В той сфере Которой занимаюсь И Все-таки Ни разу я не подвел доверие Своих Слушателей Какими-то Неблагими делами Типа Участие в корпоративах Участие в каких-нибудь Чудовищных телевизионных шоу И прочее И прочее А также Не был засвечен В каких-то Неблаговеденных Политических акциях Позволило Людям Решиться Вот на Такое вот дело И у нас уже Получилось У нас уже Да Вот Мы собрали полностью Деньги На две видеоверсии Одна Реализованная И уже люди получили ее А вторая Выйдет вот в мае И деньги Уже на сегодняшний день Уже полностью собраны На майский релиз А они получают Эту видеоверсию Как бы целенаправленно Вот тем Кто пожертвовал Вы ее присылаете Не пожертвовал Там разные варианты Это может быть Там кто-то заплатил Много Там есть разные варианты И получает Например За эти деньги Там заплатил 60 тысяч рублей И он получил За это Там пишущую машинку Со стола Той видеоверсии Которая снималась Да Кто-то платит Там Там Тысячу рублей Получает Какой-то эксклюзивный Диск С подписью Кто-то 500 рублей Просто диск Там А кто-то Платит Там 150 рублей И у него будет Просто возможность Официально Легально скачать Эту версию В первых рядах То есть фактически Все люди Которые участвуют В этом проекте Они получают Еще какой-то Дополнительный Бонус Да Да Они получают Разумеется Они получают Они как бы Покупают Они в этом смысле Акционеры Которые получают Акцию Покупают акцию В зависимости от того Что ты имеешь Я читала интервью Если не ошибаюсь Главы компании Бумстартер Который говорил Что ему очень Не нравится выражение Жертвователь Потому что Эти люди Они как бы Не жертвуют А это абсолютно Прагматический ход Вот то что вы Сейчас на самом деле Мне подтвердили То есть Это такой Взаимный проект Когда можно Абсолютно Не зависеть От третьего лица Это то что я вам Сказал в самом начале В этом случае Люди Которые это делали Они не помогали Мне сделать Видеоверсию Они ее получали А вам самому Нужна была Эта видеоверсия Ну вот вы Чувствовали В этом необходимость Или вы пошли Просто навстречу Сейчас я скажу Да я Мне это интересно К тому же Это фиксация Моего произведения Которая существует Только в театре И никаким другим образом Она не может быть Сайфиксирована Кроме как Видеоверсия А это Дорогое удовольствие Ну то есть Это все таки Там нужно Полтора миллиона рублей Чтобы такую Видеоверсию Осуществить Вы сказали Важную для меня Вещь про репутацию Что только Человек Ну как я поняла Что только людям Которые целенаправленно Выстраивают репутацию И участвуют ни в чем Сомнительным Не замешаны В каких-то Неубедительных Аполитических Акциях Только им Можно в это Впрягаться Это правда Как вы считаете Или вот Или это просто Ваш опыт Это мой опыт Я не могу Считать Универсальным И это было бы Самонадеянно Но полагаю Что тем людям У которых Хорошая репутация И травня Им в этом смысле Будет проще Как вы считаете Вот Каково будет нам Телеканалу Дождь В ближайшую неделю Мы как вы знаете Мы с сегодняшнего дня Пытаемся собрать Деньги На собственное существование И многие нам говорят Что это абсолютно Негарантированная акция Да Она негарантированная Единственное Я полагаю Что Люди Которые хотят А я хотел бы иметь Телеканал Дождь Я не большой Поклонник Я хотел бы иметь его В спектре своих возможностей Очень хотел бы И безусловно Его поучаствовал Если вы Точнее Безусловно Поучаствую В том Что Вы будете делать Единственное Я например Мое пожелание Это уже Вот такое дело Проделал Нужно увидеть Что Ну При том что Вы успешные Веселые Современные Модные Прекрасные Умные Талантливые Нужно Будет Сделать какой-то Шаг Навстречу Тем людям Которые готовы Даже Не то чтобы Пополагать вам А помочь самим себе И иметь дождь Вот чтобы все Стало скромнее Чуть-чуть Понимаете Люди должны Видеть и шаг Им навстречу Да Вы знаете Это самое трудное Мы постараемся Это скромность Обычно дается Труднее всего Спасибо большое Я имею в виду Не в мнениях Не в высказываниях А в неком Ну вот Отказаться Категоричности Нет Нет Скажем От того что Может показаться Роскошью В интерьере Студии Вот в чем Ой вы давно Не были в нашей студии У нас тут совсем Уже нет роскоши Нет я был недавно Нет я был недавно Нет Мы совсем не так давно Я вам хочу сказать Что вот сейчас Эта акция Заставляет Носить на такие Смелые действия К например Распродаже Собственных декораций Потому что Ну а что Что еще может привлечь Зрителя в телеканале Дождь К чему он еще Может прикоснуться Как вот Не к каким-то нашим Предметам Которые нас окружают Так что после этой недели И будет значительно меньше А я то же самое делал Я то же самое делал Когда закончился Питакл Планета Мы раздали И распродали декорации И люди просто пришли И разобрали все Там хоть немножко Но заплатили Так что Люди хотят Иметь то что они любят Вот видите Мы одной группой крови Спасибо большое Это был Евгений Гришковец Который уже прошел Тот путь Который пытаемся пройти мы Он присоединяет Свою аудиторию К собственным проектам И делает эти проекты Совместно Я хотела бы поговорить С Михаилом Ратгаузом Если у нас сейчас На связи Это один из Создателей Проекта Кольта Ру Хорошо Пока К сожалению Михаил Ратгауза С нами на связи Нет Я хотела бы тогда Возможно поговорить С нашими зрителями Это возможно сейчас Я хотела бы попросить вас Звонить нам И Рассказывать нам На что вы Готовы Давать деньги Что вызывает у вас доверие То есть Каким проектом Вы готовы присоединяться Каким образом Стимулировать вас И каким образом Вызвать у вас То самое чувство Одной Как бы Одной группы крови Одной компании Когда вам захочется Чтобы люди близкие Вам по взглядам Находились рядом Какими должны быть эти люди Вот Я бы хотела вас Об этом спросить Мы в принципе Спрашиваем об этом И в твиттере И на сайте Телеканала Дождь Давайте попробуем Поговорить с аудиторией Есть ли у нас Кто-нибудь на связи Я Я вас слушаю Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Лидия Ивановна Откуда вы нам звоните Я звоню из Красноярска Говорите Я звоню из Красноярска Да Я вас слышу Поговорите с нами Пожалуйста Вы знаете Вот эта акция Этот марокон Да Не слышно Отлично слышно Говорите Он выглядит несколько Он выглядит несколько Некрасиво Этот марокон Почему Не знаете почему Почему Потому что Вы Такой канал Который я любила Смотрела Очень долго И был любимый канал Я без него не могла Но так как Вы освещали события На Украине И так как Вы поступили В день референдума Когда вы вообще Его не освещали У вас был повтор 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 Немцов Повтор Еще там С кем угодно И как будто Референдума В стране Нет Вы не поняли Что 80% Населения Пусть вы в них Не верите Пусть это 50% Пусть подделка Но половина Населения России Поддерживала Крым А вы Как и с другой Страной Вы знаете Мы пытались Об этом говорить Мы говорили Об этом В новостях Все наши Новостные выпуски Были посвящены Референдуму Все наши Новостные выпуски Были посвящены Референдуму Мы пытаемся Давать разные точки зрения В том числе Естественно Разные точки зрения Связанные с событиями В Крыму Разумеется Мы даем Мы даем Слово И Другой Какой-то Другой Позиции Потому что Естественно Эти люди Обделены Возможностью Высказаться В российских СМИ Но мы пытаемся Быть максимально Объективными К сожалению Нам не всегда Это удается Очень жаль Что позиция Позиция нацистов И фашистов Вам дороже Чем позиция людей Я бы так жестко Не Вы знаете Я бы так жестко Не припечатывала Ту или иную Сторону Нацистами Или фашистами Ни тех Ни других Не стоит так называть Мы стараемся Быть максимально Объективными И уж точно Не хотим Давать слово Нацистам Или фашистам Итак У меня появилась Возможность Поговорить с Михаилом Ратгаузом Одним из авторов Создателей Портала Кольта.ру Посвященная В первую очередь Культурным новостям Но и новостям Общества И спросить его Каким образом Кольте В свое время Удалось собрать Средства И собрать Аккумулировать Доверие Своей аудитории Чтобы существовать Так долго И так благополучно Сегодня На деньги Которые пожертвованы Их зрителями Читателями Михаил Вы меня слышите? Да, да Расскажите пожалуйста Как вы решили В свое время На краудфандинг И как вы Искали пути Вот Пути Которые можно Пробиться К сердцу К Лично К каждому Из ваших читателей Чтобы они Начали жертвовать Добровольно На ваши медиа Вы знаете Ну краудфандинг Для нас Сперва В общем Был только Одной из возможностей Которую Мы пробовали Совершенно революционным путем То есть В общем-то Мы собрали Некоторое количество Информации О том Как это могло бы работать Портал Планета Руна Которым мы Собственно говоря Все наши Краудфандинговые Компании проводили Который стал С тех пор В общем Одним из самых Главных Таких Краудфандинговых Мест В стране А тогда Только-только Запустился То есть Он работал Месяц Когда мы К ним пришли Даже меньше Очень нам Помог В смысле Дележки Опытом Но конечно Мы в общей Существенной Степени Работали Путем Проб и Ошибок И конечно Мы понимали Что у нас Есть какая-то Преданная Аудитория Поскольку Мы раньше Работали На сайте OpenSpace.ru Который Скоропостижно Закрыл Свою Прежнюю Инкарнацию Мы понимали Что люди Переживают Это тоже Как потерю Как и мы Но конечно В принципе В общем Такой Отдачи И Такой Самоотверженности Выраженной В денежном Коваленте Мы в общем-то Не ожидали Потому что Мы тогда Собрали Это было в июле Теперь уже Позапрошлого года Мы собрали За 20 месяцев Тысяч рублей Что в общем И даже Так прекращают Отмен Крофандинговую Компанию Каким образом Мы как бы Это Делали Но в общем Мы поняли Что поскольку У нас есть Очень много Друзей В разных Культурных Институциях Мы ставим В основном Про культуру Но и про общество Как вы верно Сказали Мы думали И верили В то Что люди Представители Разных Культурных Направлений Артисты Режиссеры Писатели Музыканты И так далее Нас поддержат Так оно и произошло И будут нам помогать Самыми разными Артефактами Вот И в общем-то Модель По которой мы работали Не то что была Принципиально новая Для России Она была новой Мне кажется Вас поднимали На смех сначала Вам говорили Да ничего у вас Не получится А вам еще ура Конечно Естественно Это в общем Совершенно нормальная Нормальная ситуация Когда какое-то И упрекали В каком-то попрошайничестве Я помню И в общем Чего только не было Вот Но это в общем-то Как-то все Довольно быстро прошло Когда стало понятно Что это работает Теперь вот мы уже Четвертую кратфандинговую Компанию Сегодня ровно Запустили Так что воду дождю Мы тоже очень рекомендуем Мы очень за дождь болеем В этом смысле И как-то держим за вас кулаки Чтобы у вас тоже Это дело работало А вы как для себя Сначала сформулировали В чем ваше уникальное предложение Почему именно вам должны К вам должны прийти люди И предложить свои деньги Ну вы знаете Я думаю Что тут в общем Довольно просто Потому что в принципе Как бы в Рунете Есть еще много сайтов Которые пишут про культуру Так сказать А про пону То есть В том числе и про культуру Но вот такого как бы сайта Который писал бы Про культуру Вот так вот Как бы широко экспертно Масштабно С привлечением лучших Золотых и серебряных перьев В общем то Больше нет Поэтому И потери мне кажется Была вполне ощутимо И место Которое мы занимали И продолжаем занимать Оно в общем то Вакантное На том смысле Что мы его занимаем У нас там сильных Сильных конкурентов Не появилось А вы знаете Что есть такая Сегодня пессимистическая позиция Что вот сейчас умирают Разные Действующие Успешные Независимые медиа И может быть Они и умирают Потому что аудитория Это не очень нужно Что на самом деле Эта аудитория так узка Этих людей так немного Что им хватает Там одного Трех сайтов И достаточно Что может быть Это иллюзия журналистов Что они кому-то нужны Вы слышали Такую позицию? Ну да Я слышал Такую позицию Мне кажется Она вписывается В такой общий Какой-то Пессимистический И крайне унылый И как говорят Французы Дефетистский От слова Дефетизм Ничего не делал Не от отчаяния Такой тренд В котором я совершенно Не согласен Потому что я И мы все думаем Что скорее Нам подходит Конечно Знаменитая сказка Про лягушку Которая сбивала Там молоко Пока из нее не образовалась Сметана Чтобы выскочить Там откуда Она должна была Выскочить Вот Мне кажется Что это конечно Не так Что та аудитория Которая была И она и осталась И в общем Наш опыт Там Мы можем судить Собственно говоря И собственного Например Собственного сайта Наши собственные работы Потому что мы сейчас Например На посещаемости Мы перегнали Уже это практически Ну догнали точно А местами даже Перегнали Open Space Который делался Все-таки на большие деньги У которого был хозяин Мы сейчас Совершенно Независим Полете Ни от кого Как бы Действительно Независим У нас в общем Такое редкое положение Тем не менее Мы его просмотрим Вот сейчас Там выше На уровень Open Space Чуть ли не времен Там декабрьских Протестных движений Как круто Как круто Что у вас получилось Это для нас Очень важно На самом деле Что вы были Той первой лягушкой Я хотела бы дать слово Нашей зрительнице Из Израиля Которая нам сейчас Звонит Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Меня зовут Оля Я звоню вам Из Израиля Говорите Здравствуйте Меня зовут Оля Я звоню вам Из Израиля Я очень вас поддерживаю У меня В пакете Есть ваш дождь И может быть Я даже не так Смотрела его раньше Как я его смотрю Именно в последнее время Потому что я сама Из Львова Фамилия у меня Такая Совершенно Не Бонидеровская Я прекрасно Прожила там 44 года Я точно знаю Что все люди Которые говорят На украинском Далеко не все Бонидеровской И вы Очень объективно Все это Освещаете У меня есть возможность Смотреть и сервые каналы Вот эти главные И я смотрю вас И я могу Сравнить И я вас очень поддерживаю Я хочу Чтобы вы как можно Дольше были в эфире И удачи вам Ребята И чтобы вы Радовали нас Своим эфиром Вот Это то, что я вам Хотела сказать Спасибо большое Нам очень приятно Что вы поддерживаете нас И что наши позиции Совпадают Сейчас мы уйдем На небольшую рекламу Вернемся И вновь поговорим О том Как тяжело И как важно Присоединяться И все вместе Создавать новые медиа Звук Анатолий